Зачем капиталистам наивысшая прибыль? Часть третья Третьим путем обеспечения максимальной прибыли для монополий являются войны и милитаризация народного хозяйства. Войны служат средством извлечения монополиями громадных прибылей. Колоссальные военные прибыли монополисты получают за счет ограбления народов и крайнего снижения жизненного уровня трудящихся. Войны приводят к скандальному обогащению кучки миллиардеров и к невероятной нужде масс. Так, Первая мировая война дала капиталистическим монополиям обильную прибыль на крови народов. Прибыли концерна Круппа выросли в 1916 году по 1917 год в 2,3 раза по сравнению с 1913 годом и 1914 годом, достигнув 95% суммы акционерного капитала. В Англии дивиденды судоходных компаний возросли за время войны в 9,5 раза, а железоделательные компании выплачивали в последние годы войны своим главным акционерам дивиденды в размере 30-40%. В 2016 году, когда в России скрытно разворачивалось производство военного времени, большинство госкомпаний приняло решение выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли, например, Газпром. Сказочно обогатился на Первой мировой войне монополистический капитал США. Наивысшая прибыль, полученная в годы войны, превышала прибыль в 1914 году у химического треста Дюпон в 13 раз, у стального треста – Морган, Вандербильд и другие – почти в 12 раз. У крупнейших нефтяных компаний – Рокфеллер, Мелон и прочие – в 4-6 раз, у компаний медной промышленности – Хьюз, Гетти, Кеннеди и других – в 4-7 раз. Огромный рост массы прибыли сопровождался значительным повышением нормы прибыли. Норма прибыли – Ти, отношение прибавочной стоимости, которую создают рабочие, к их зарплате, в процентах, если Ти равно 100%, то значит, полдня рабочие работают на себя, полдня – даром на капиталиста. Ти показывает степень эксплуатации рабочих капиталистами, ведь зарплаты рабочих за это время не выросли. Зато росла прибыль на вложенный капитал. Так, прибыль на обыкновенные акции стального треста United States Steel составляла в 1915 году около 10%, а в 1916 году – 48,5%. У военных монополий типа Wistengauss, Bell, General Electric, прибыль на вложенный капитал в военные годы достигала еще более высокого уровня. На Первой мировой войне монополии нажили огромные прибыли. Но еще более грандиозные прибыли они выжили из трудящихся в годы Второй мировой войны. Особенно велики были прибыли американских монополий, получавших колоссальные военные заказы от правительства по вздутым ценам. О чудовищном обогащении американских монополий на крови и поте народных масс свидетельствует тот факт, что за шесть лет Второй мировой войны их прибыли составили 116,8 миллиардов долларов, против 26,6 миллиардов за шесть довоенных лет, что означало рост массы прибыли 4,4 раза. Что касается самых крупных монополий, то их прибыли возросли в еще большей степени. Так, прибыль 34 ведущих компаний США в 1942 году превысила их же среднегодовую прибыль за 1936 год по 1939 год в 10 раз, а прибыль пяти крупнейших компаний – более чем в 100 раз. Новая гонка вооружений и милитаризация народного хозяйства капиталистических стран в послевоенный период дали капиталистическим монополиям рост прибыли, небывалый во всей предыдущей истории капитализма. За шесть послевоенных лет, 1946 год, 1951 год, прибыли корпорации США составили около 200 миллиардов долларов. То есть в 1,7 раза больше, чем за шесть лет Второй мировой войны, и в 7,5 раза больше, чем за шесть довоенных лет. Гонка вооружений, развязанная правительством США, имела не только политические причины – подорвать сталинский СССР, навязать маршализированным странам и колониям свою волю. Но в первую очередь, экономические причины – дать своим монополиям возможность невиданного обогащения за счет американских и европейских трудящихся. Если сопоставить рост прибыли монополий с ростом военных расходов буржуазного государства, то выходит закономерность чем больше военные расходы буржуазного государства, тем выше прибыли капиталистических монополий. Нынешнее правительство России засекретило государственный бюджет не зря, ибо в нем огромная часть национального дохода предназначена не для нужд народа, а на военные заказы монополиям и ведения войны. Для размышления. В 1952 году прибыли крупнейших монополий США, особенно в военной промышленности, росли быстрыми темпами. Чистая прибыль шести крупнейших авиационных компаний в третьем квартале 1952 года увеличилась по сравнению с третьим кварталом 1951 года на 54%. А чистая прибыль General Electric и Sylvania Electric, занятых производством атомного оружия, электронного и телевизионного оборудования для армии, возросла за тот же период на 126%. Гонка вооружений есть источник огромного обогащения для капиталистических монополий, в особенности для американских миллиардеров. Но максимальную прибыль желают присваивать не только американские монополии. Основной экономический закон современного капитализма действует во всех капиталистических странах, и получателями максимальной прибыли являются монополисты ведущих капиталистических держав. За 1947 год по 1951 год прибыли английских акционерных компаний увеличились с 1,933 миллиарда фунтов стерлингов до 2,953. То есть более чем в 1,5 раза, а в 1952 году прибыли 2772 компаний снова возросли по сравнению с 1951 годом на 12%. Между группами монополистов усиливается борьба за передел источников и условий получения максимальной прибыли. Эта борьба неизбежно приводит к переделу мира, к войне. Три пути обеспечения максимальной прибыли, указанные в этой серии материалов, находятся в тесной связи друг с другом. Войны и милитаризация народного хозяйства обеспечивают максимальные прибыли монополиям потому, что они ведут к усилению эксплуатации трудящихся, как данной страны, так и других стран. Гонка вооружений вызывает инфляцию и повышение цен, падение реальной заработной платы и рост налогового бремени. Финансирование военных заказов буржуазным государством осуществляется за счет средств, выжимаемых из трудящихся масс, путем налогов, сворачиванием социального обеспечения, выпуска бумажных денег. Вместе с тем, милитаризация народного хозяйства в капиталистических странах сопровождается выкачкой по низким ценам военно-стратегического сырья из зависимых стран. Усилением неэквивалентного обмена между ведущими державами, их колониями и полуколониями. Милитаризируя свою экономику, ведущие империалистические державы навязывают гонку вооружений другим странам, а сами наживаются на прибыльных поставках вооружений в эти страны. Таким образом, войны и милитаризация народного хозяйства дают максимальную прибыль монополистам не сами по себе, а через усиление эксплуатации трудящихся масс, как империалистических держав, так и зависимых стран. Итак, основной экономический закон современного капитализма определяет все главные стороны и все главные процессы развития капиталистического производства на его монополистической стадии. Он играет решающую роль в капиталистическом хозяйстве, определяет крайнее обострение противоречий, присущих империализму. Этот закон объясняет важнейшие явления в экономике и политике империализма. Действие основного экономического закона современного капитализма отражается во всех пяти признаках империализма. Что это значит? Экономической основой империализма является монополия. Монополистические союзы капиталистов руководствуются только погоней за максимальной прибылью. Именно ради получения наивысшей прибыли крупные капиталисты объединяются в монополии, которые устанавливают высокие цены на товары и подвергают жестокой эксплуатации и ограблению народной массы внутри своих стран и за рубежом. Во имя максимальной прибыли монополии ведут ожесточенную конкурентную борьбу друг с другом и с немонополизированными предприятиями, давят и душат всех, кто не подчиняется их гнету. Погоня за максимальной прибылью пронизывает деятельность банковских монополий. Буржуазия скрывает, что действительной целью промышленных и банковских монополий является присвоение наивысшей прибыли. Так, Путин и другие буржуазные деятели не раз изображали монополии этакими организаторами хозяйственной жизни, которые якобы ведут сознательное регулирование экономики в интересах общества. Разоблачая лакеев денежного мешка, Ленин указывал, что такое сознательное регулирование через банки состоит в обирании публики горсткой организованных монополистов. Слияние, сращивание монополистического банкового капитала с монополистическим промышленным капиталом привело к образованию финансового капитала и финансовой олигархии. Внедрение крупных банков в промышленность путем скупки акций промышленных предприятий, выпуска ценных бумаг и участия в учреждении новых акционерных компаний служит средством присвоения банковскими монополиями максимальной прибыли. Финансовый капитал, сконцентрированный в руках узкой кучки миллиардеров и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства. Выпуска фондовых бумаг от государственных займов и тому подобное, закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам. Одной из черт империализма является вывоз капитала, который тесно связан с основным экономическим законом современного капитализма. Как было показано выше, вывоз капитала, есть орудие извлечения монополиями максимальной прибыли путем систематического ограбления народов других стран, в особенности отсталых стран. Движущим стимулом вывоза капитала в отсталые страны является именно погоня за максимальной прибылью. К числу основных признаков империализма относятся экономический раздел мира между народными монополиями и территориальный раздел мира между крупнейшими империалистическими державами. Экономический раздел мира предусматривает раздел территориальный, то есть захват чужих стран. И эти признаки империализма тесно связаны с основным экономическим законом современного капитализма. Погони за максимальной прибылью приводят к организации международных монополистических объединений, корпораций, которые делят между собой мир в экономическом отношении и получают огромные доходы благодаря своему господствующему положению на мировом рынке. Для обеспечения монополием максимальной прибыли империалистические державы ведут войны с целью захвата чужих территорий, в результате чего в эпоху империализма мир оказался поделенным между горсткой великих держав. В свою очередь, могущественные монополии не воюют сами, а в силу своего полного господства над обществом заставляют воевать народы и государства. Будучи монополистическим капитализмом, империализм вместе с тем является паразитическим или загнивающим капитализмом, что опять-таки объясняется действием основного экономического закона современного капитализма. Главнейшее выражение загнивания капитализма на его монополистической стадии – задержка монополиями технического прогресса. Монополии препятствуют внедрению технических усовершенствований для того, чтобы путем ограничения размеров производства поддерживать высокие цены на товары, что обеспечивает капиталистам максимальные прибыли. Поэтому империалисты и не стремятся строить новые современные заводы, чтобы товаров было меньше, а цены на них поднимались выше, чтобы не были удовлетворены потребности широких трудящихся масс. Кроме того, вложив значительные капиталы в старое оборудование, монополии из опасения потери этих капиталов, из-за морального износа, морального устаревания, техники искусственно задерживают обновление производства. Характерным примером задержки технического прогресса монополиями было то, что монополии США упорно препятствовали применению атомной энергии в гражданской промышленности, используя ее только для производства атомного оружия, приносящего им чудовищные прибыли. Сегодня с той же целью империалисты США и ЕС устраивают гонения на атомные электростанции, способные вырабатывать огромное количество дешевой электроэнергии, заставляя зависимые страны их закрывать. Корпорациям невыгодно обильная и дешевая энергия, так как она сбивает цены на товары, стало быть, уменьшает прибыль. Здесь же кроется, и ответ о заказчиках чернобыльской аварии, мировому капиталу, нужен был прецедент, чтобы оправдать, во-первых, политику уничтожения передовой промышленности СССР и бывших соцстран, а во-вторых, гонения на атомную промышленность. Торможение развития техники в эпоху империализма вполне объясняется основным экономическим законом современного капитализма, то есть необходимостью получения максимальных прибылей. Капитализм стоит за новую технику, когда она сулит ему наибольшие прибыли. Капитализм стоит против новой техники и за переход на ручной труд, когда новая техника не сулит наивысших прибылей. Загнивание капитализма на его монополистической стадии не ограничивается экономической областью. Оно пронизывает всю политическую жизнь капиталистических стран. Главным выражением загнивания в политической области является свойственная империализму реакция по всей линии. Политическая реакция, характерная для эпохи империализма и особенно усиливающаяся в период общего кризиса капитализма, объясняется в конечном счете действием основного экономического закона современного капитализма. Во-первых, ликвидация демократических свобод служит орудием усиления эксплуатации рабочего класса во имя обеспечения максимальных прибылей монополиям. Например, реакционные фашистские законы по поводу эпидемии коронавируса – это прежде всего антирабочие законы, направленные на то, чтобы ликвидировать возможности рабочих по защите своих политических и экономических интересов и тем самым содействовать повышению эксплуатации рабочего класса. Во-вторых, фашизм в области внутренней политики тесно связан с агрессией в области внешней политики, ибо без подавления рабочего класса невозможно развязывание новых империалистических войн. Так и происходит. Прежде чем приступить к грабительской войне, за передел мира, правительство России, Украины, ЕС, США, Китая и так далее, провели фашистский переворот под прикрытием липовой эпидемии коронавируса. Постарались ликвидировать последние остатки буржуазных свобод и демократических учреждений, свести на нет свои социальные обязательства. Большевики давно указывали, что обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики служат необходимым средством для укрепления тыла будущих военных фронтов. А поскольку войны служат для монополий одним из важнейших способов получения максимальной прибыли, постольку введение фашистского режима и в этом отношении подчинено требованиям основного экономического закона современного капитализма. Это означает, что борьба за политические свободы, за демократию, против фашизма является одновременно и борьбой за мир, против империалистической войны. Значение этого закона состоит и в том, что он определяет крайнее обострение всех присущих капитализму внутренних и внешних противоречий. В эпоху империализма резко обостряется основное противоречие капитализма между общественным характером производства и капиталистической формой присвоения результатов производства. В погоне за максимальной прибылью монополии сосредоточивают в своих руках все большую часть совокупного общественного капитала и производства. Укрупняют свои предприятия, захватывают мировые источники сырья, пути и средства сообщения и так далее. В результате этого усиливается обобществление производства. Но в разительном противоречии с ним остается частно-капиталистическая форма присвоения. Погоне монополий за максимальной прибылью и связанной с нею жесточайшая эксплуатация, политическая реакция. Разорение и обнищание народных масс ведут к усилению несоответствия между ростом производственных возможностей капитализма и сокращением платежеспособного спроса широких масс. Это неизбежно приводит к учащению, углублению и обострению экономических кризисов, перепроизводства. Вместе с тем монополии, стремясь обеспечить себе высшие прибыли, стараются сохранять высокие цены на свои товары даже во время кризисов. Это препятствует рассасыванию товаров и ведет к затовариванию, к затягиванию кризисов. Однако, как бы ни старались монополии сохранить высокие прибыли во время кризисов, торможение реализации товаров и падение товарных цен неизбежно ведут к тому, что в годы кризисов даже прибыли монополий заметно падают. Диалектика здесь такова. Первое, во имя максимальной прибыли монополии, до крайности усиливают эксплуатацию и обнищание трудящихся масс. Второе, обнищание масс при одновременном росте капиталистического производства ведет к затовариванию, кризисам перепроизводства. Третье, кризисы сопровождаются падением массы прибыли монополий. Так империализм загоняет себя в тупик. Империализм является умирающим капитализмом, кануном социалистической революции, так как в эпоху империализма достигают предельной остроты, противоречия между трудом и капиталом. Между ведущими державами и зависимыми странами, между самими империалистическими державами. Противоречие между трудом и капиталом в эпоху империализма резко обостряется в силу того, что эксплуатация, разорение и обнищание трудящихся масс достигают небывалой степени. Это неизбежно вызывает рост возмущения рабочего класса и в конечном счете ведет к пролетарской революции. С помощью фашистских порядков буржуазия пытается предотвратить нарастание революции, продлить себе политическое господство над обществом и условия получения максимальной прибыли. Эксплуатация, закабаление и ограбление народов зависимых и слабых стран, ради обеспечения максимальной прибыли монополиям, ведут к росту недовольства этих народов, к подъему борьбы против империализма. Это обусловливает обострение кризиса всей системы империализма, превращение зависимых стран из резервов империализма в резервы пролетарской революции. Наконец, основной экономический закон современного капитализма вызывает дальнейшее обострение противоречий в самом империалистическом лагере. Борьба монополистов отдельных стран и крупных монополистических групп за максимальную прибыль побуждает их добиваться монопольного владения зависимыми странами и сферами влияния. Именно монопольное господство на рынках зависимых стран дает возможность присвоения наивысшей прибыли. Однако в условиях, когда мир уже поделен без остатка между горсткой великих держав, а различные капиталистические страны развиваются крайне неравномерно. Борьба за максимальную прибыль неизбежно превращается в борьбу за передел мира путем империалистических войн. Поэтому действие основного экономического закона современного капитализма и подчиненного ему закона неравномерного развития капитализма в эпоху империализма обусловливает столкновения, конфликты и войны между империалистическими державами. Неизбежность войн между капиталистическими странами остается в силе и в настоящее время, несмотря на то, что хозяевами крупнейших монополий. Ведущих между собой борьбу за мировое господство часто являются одни и те же лица, миллиардеры разных стран. С одной стороны, Россия, Китай, Великобритания, Франция не могут без конца терпеть захваты американского империализма, ибо это грозит катастрофой для высоких прибылей российских, китайских и англо-французских капиталистов. Для обеспечения себе самостоятельного положения и высоких прибылей, они будут вынуждены, в конце концов, пойти на конфликт с США. С другой стороны, внутри монополистических союзов идет смертельная борьба между их совладельцами за большую долю в прибылях и контроль над всем монополистическим союзом. В этой борьбе капиталисты используют друг против друга подчиненные государства, ведут войны, чтобы таким образом разорить конкурентов, получающих максимальную прибыль в тех странах, в которых начинается война. Сегодня у империалистов есть ядерное оружие, однако они пока что ведут так называемые локальные или малые войны, где ударную роль играет пехота и артиллерия. Но грабительская война, начавшись, может привести к применению ядерного оружия малой мощности, что в свою очередь влечет за собой рост мощности оружия и ядерную катастрофу. Утверждать, что империалисты ни за что не пойдут на ядерную войну, хотя бы и малую, значит, отрицать законы развития империализма. Социальная опора финансового капитала, в конечном счете, очень узка, ибо классовые интересы его противоположны и враждебны огромному большинству общества. Общий кризис мирового капиталистического хозяйства ускоряет разделение общества на два непримиримых класса, огромную массу пролетариев и ничтожную кучку миллиардеров, олигархов, владеющих силой государств. Однако олигархия, как и любой класс в истории, не может господствовать без своей социальной базы. Такой базой у нее является, с одной стороны, фашистский государственный аппарат, который служит олигархии за хлеб, по должности. А с другой стороны, это фашистующий обыватель, наиболее отсталые, реакционные слои рабочего класса, трудящихся, часть мелкой буржуазии, пенсионеров и молодежи. По классовому положению эти слои пролетариат или примыкают к нему, а по сознанию мелкобуржуазные реакционеры, одураченные, подкупленные буржуазией за корку хлеба мещане. Империализм добился, чтобы эти слои трудящихся действовали против своих классовых интересов. Однако фашистская диктатура и война показывают массам, что не улучшается, а резко ухудшается их экономическое положение, поставлен под угрозу мещанский уклад и сама жизнь людей. Ясных и близких идей, отразивших надежды и чаяния масс, ради которых они согласны были бы объединиться вокруг правительства, идти воевать, безропотно терпеть лишение войны, буржуазия предложить не может, ибо таких идей нет. А это значит, что действительной, глубокой, длительной поддержки народами империалистической войны быть не может. Империалистам необходим захват чужих территорий не только в виде новых рынков и сфер влияния, но и для того, чтобы уничтожить таким образом избыточные для капитализма производительные силы общества, ликвидировать вместе с тем малый, средний и крупный, немонополизированный бизнес в пользу монополий. Решающее значение основного экономического закона современного капитализма в подготовке условий для революционного преобразования капиталистического строя. Этот закон раскрывает и объясняет вопиющие противоречия капитализма, раскрывает причины и корни агрессивной грабительской политики капиталистических государств. Действие этого закона ведет к углублению общего кризиса капитализма, к неизбежному нарастанию и взрыву всех противоречий капиталистического общества. Неизбежна ли мировая война? Нет сомнений, что Третья мировая империалистическая война, если ее все-таки развяжут силы реакции, благодаря слабости прогрессивных сил, потрясет всю систему капитализма и положит начало самому тяжелому общему кризису. Ясно, что она поставит себе на службу все народное хозяйство воюющих стран, приведет к грандиозным размерам непроизводительные затраты, уничтожит огромное количество средств производства и рабочей силы. Разорит широкие народные массы, взвалит неисчислимые тяготы на рабочих, служащих, трудовую интеллигенцию, мелкую буржуазию всех стран. Она неизбежно обострит классовую борьбу, которая перейдет в открытые революционные выступления масс, в гражданскую войну. Но война не является проклятием народов. Конечно, во всех империалистических странах имеются силы, жаждущие новой войны. Им нужна война для получения сверхприбылей, для ограбления других стран. Это – миллиардеры, рассматривающие войну, как доходную статью, дающую колоссальные прибыли. Эти агрессивные силы держат в своих руках фашистские правительства и направляют их. Но они вместе с тем боятся своих народов, которые не хотят новой войны. Поэтому кучка миллиардеров старается использовать реакционные правительства, чтобы опутать ложью народы, запугать, обмануть их и изобразить новую войну, как оборонную, а борьбу передовых сил против войны, как государственную измену. Капиталисты разных стран стараются обмануть свои народы для того, чтобы навязать им свои агрессивные планы и вовлечь их в новую войну. Чем кончится борьба агрессивных и миролюбивых сил? Мир будет восстановлен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки. Война может стать неизбежной, если поджигателям удастся подавить все передовые силы общества, а путать ложью народы, обмануть их и вовлечь в новую мировую войну. Почему фашистские армии ждет разгром? Правительства воюют руками мобилизованных, которых силой взяли на войну, и руками наемников. Наемники, в свою очередь, делятся на тех, кто пошел убивать за деньги с целью разбогатеть на преступлениях против народов. Выбиться в начальство или в капиталисты, или с целью безнаказанно убивать из садистских наклонностей, или то и другое вместе. И тех, кто с дуру пошел наниматься от безработицы, в поисках легкого хлеба. Силами наемников нельзя вести войны большого размаха, а вооружать трудящиеся массы, буржуазия боится. Мобилизованные для буржуазии политически ненадежны, воевать не хотят, поэтому их дробят на части, плохо вооружают и снабжают, не жалеют в боях. Наемники вооружены хорошо, они лучше служат буржуазии, их используют на войне, не только по военному назначению, но и как жандармов, против мобилизованных. Вместо монолитности, такая армия обречена на раскол по линии классовой борьбы пролетариата. Отсюда и военные качества фашистских наемных армий низкие, значит эти армии будут разбиты народом. Почему? Потому что политика фашистских правительств, во имя которой воюют наемники, есть политика неправильная, враждебная интересам народов. Народы не осознают и не принимают эту политику, как выгодную себе и как свою собственную политику, они не поддерживают ее от начала до конца. Фашистская армия, которая борется во имя неправильной политики, не поддерживаемой народом, не может победить. Сегодня у наемной армии имеется в достатке все и первоклассное вооружение, и снабжение. Не хватает ей одного, поддержки и сочувствия народов, ибо народы не хотят и не могут поддерживать антинародную политику фашистских правителей и миллиардеров. Это значит, что такая армия потерпит крах. Наемная фашистская армия обречена потому, что она не родная, не верна и не предана своему народу, а является карателем и палачом народа. Эта армия, не детище народа, как сын есть дитя своей матери, не любимица и гордость народа, она не верна народу, как сын верен своей матери, а значит, она не будет иметь поддержку народа, без которой победить в войне нельзя. Армия наемников идет против своего народа, стало быть, она должна потерпеть и обязательно потерпит поражение. Армия фашистской буржуазии не имеет за собой такой власти, которая могла бы поднять весь тыл, всю страну, на службу интересам фронта. Армия же без крепкого тыла, всемерно поддерживающего фронт, обречена на поражение. Правительство боится превратить страну в военный лагерь, снабжающий фронт оружием, довольствием и пополнениями, ибо это значило бы вооружение народа против правительства. Фашистская армия будет разбита потому что А. Солдаты сражаются не за свое родное и близкое дело свободы и социализма, а за продление рабства и угнетение своего народа. Б. Солдаты не понимают ясно цели и задачи войны, и не сознают их правильность. В. Нет сознания правильности целей и задач войны, а значит, нет ничего такого, чтобы укрепляло в солдатах дух дисциплины и боеспособность. Г. Ввиду этого, солдатские массы не проявляли и не будут проявлять в борьбе самоотверженность и массовый героизм. Наемные армии империалистов обречены на провал потому, что у них нет руководящего ядра тыла и фронта в лице передовых революционных рабочих, организованных в партию большевиков. Нет руководства страны и армии, единого своей сплоченностью и дисциплиной, сильного своим революционным духом и готовностью пойти на любые жертвы ради победы социалистической революции, не превзойденного своим умением организовать миллионные массы и правильно руководить ими в сложной обстановке. Армии фашистских правительств имеют командиров, вроде атамана Семенова, которые уже успели прославиться зверством и грабежом. Это командиры низкой военной культуры и старого, реакционного типа, которые хороши в качестве карателей и вешателей, но плохи в современной войне. Фашистская армия не сумела и не сумеет выковать в своих рядах военных руководителей нового типа, какими были в свое время Фрунзе, Щерс, Пархоменко, Чапаев. Политическим просвещением буржуазной армии занимаются геббельсы, самые невежественные мракобесы реакции, а также попы, древние паразиты, прислужники рабовладельцев. Армия с таким политическим аппаратом обречена на разгром. В наемных армиях буржуазии нет и не может быть таких выдающихся организаторов, как военные комиссары, которые цементировали бы своей работой ряды солдат, насаждали в них сознательный дух дисциплины и боевой отваги. Энергично пресекали бы, быстро и беспощадно, изменические действия командного состава и наоборот, смело и решительно поддерживали бы авторитет и славу командиров, показавших свою преданность трудовому народу. Буржуазные армии будут разбиты потому, что у них нет и не может быть надежного союзника в тылу противника, в лице рабочего и антифашистского подполья и партизан. Нет помощника, который подымал бы на восстание трудящихся против вражеского правительства, подрывал бы тыл этого правительства и тем самым облегчал бы продвижение своей армии. Буржуазные армии ожидает крах потому, что правительство, за которое они воюют, есть пауки в банке, как и их хозяева, миллиардеры-капиталисты, дерущиеся за свою прибыль. Буржуазные армии России, Украины и так далее лишены сочувствия и помощи пролетариев и трудящихся всего мира. Нет такого отряда рабочего класса, который бы выступил в поддержку российского или иного империализма. Наоборот, миролюбивые и прогрессивные силы просыпаются ото сна и выступают против своих правительств, против военных законов и фашистских положений в своих странах. Подготовлено РП на базе материалов прошлых лет.